Значит, давайте продолжим с вами. Иоаннафан и Давид, они заключили завет друг с другом. И мы говорили о том, что у них это пересло в такие отношения, что они заключили, и дальше мы сейчас с вами прощем, завет со своими домами, со своими семьями. Первое царство, 20 глава. Это тоже очень интересное такое продолжение. Иоаннафан, оно так касается, когда мы это разбираем. 14 стиха. Ну и ты, если я буду еще жив, говорит Иоаннафан Давиду. То есть в 8 стихе мы видим, что они говорят друг с другом, что в ихнем завете стоит Господь, это завет Господень с тобою. И 14 стих. Ну и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню. То есть заветные отношения, они подразумевали даже отдать жизнь друг за друга. Заветные взаимоотношения, они подразумевали отдать то, что является самым ценным и драгоценным для тебя. Вообще на Востоке считалось, что, ну, вообще, чтобы в семье у отца был сын, наследник, да? И, конечно же, это очень ценилось. И вы помните, что Бог проверял Авраама вообще на то, готов ли он своего сына отдать жертву Ицхака Богу, да? Потому что для любого отца на Востоке сын, он считался самым драгоценным. И он был готов сам отец умереть, чтобы, ну, да, чтобы сын, он имел наследие, он служил Богу, он имел, ну, продолжение и так далее. Поэтому Бог очень сильно проверял Авраама, можете себе представить, очень сильно. Вот, то есть нужно было отдать сына, поэтому эти заветные отношения, они очень проверялись, проверялись реально. Вот, и видите, Авраам прошел это испытание. Ну, вот Иоаннафан и Давид. Вот. И читаем с вами дальше. А если я умру, то не отними милости Твоей от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида. Ну, понятно, о чем здесь говорится, можно об этом говорить. Действительно, какая у них была вот эта братская такая святая Божия нерушимая любовь, эти взаимоотношения, которые перетекали просто в дальнейшее. Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал, да взыщет Господь с врагов Давида. То есть мы с вами здесь видим, какие интересные события происходят. И мы с вами увидим, что хотя Саул и Иоаннафан, они умерли, то есть это мы дальше считаем в последующих главах, мы эти события немножко пропустим. Допустим, откроем 2 Царств 9 главу, 2 Царств 9 главу. Саул и Иоаннафан, они умерли, но завет, друзья, продолжал действовать. Они умерли, да? Их не стало. Тот, который заключал завет с Давидом, он умер, но завет продолжал действовать. И в 9 главе с 1 стиха мы видим кое-что, что покажет нам что-то о Давиде. В предыдущих главах мы видим, что Давид, он несет большие победы, и у него явный успех, да? Народ его признает, он становится царем, у него большие победы. Но он не забывает о завете, который он заключил с Иоаннафаном, о домах своих, и в частности, о доме Иоаннафана, о семье. Он вспоминает дом Саула, его врага, да? Он вспоминает семью Саула. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». В доме Саула был раб по имени Сива, или Шева. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь, ты ли Сива? «И тот сказал, я раб твой». То есть мы видим во втором стихе, что в доме Саула, из семьи Саула, оказался один человек, он был рабом, которого звали Сива. И в третьем стихе. «И сказал царь». Давид говорит, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? «Я оказал бы ему милость Божию». «И сказал все его царю, есть сын Иоаннафана хромой ногами». То есть мы видим, что Давид, он после своих побед, после своих успехов, и как важно, безусловно, это очень важно и для нас, когда у нас что-то происходит, явно есть какие-то у нас хорошие плоды в служении, и слава Богу, чтобы мы никогда не забывали о Божьей милости, которая была явлена нам, каким путем мы пришли в нынешнее положение и состояние, что мы стали успешными служителями, мы состоялись, и у нас есть какие-то плоды, чтобы мы не забывали милость Господню по отношению к себе. Но не только к себе, чтобы мы не забывали милость Господню вообще к тем людям, которые находятся внизу, там, где я когда-то был, которые помогли состояться и к тем людям и так далее. Вы понимаете? И каждый из нас, он может вспомнить, ну, просто себя, где мы с вами были бы, если бы не его милость. Милость, которая превозносится над всяким судом. Правда? Превозносится над всяким судом. Милость, которая обновляется каждый день ему. Милость, которая нас подняла. Милость, которая нас спасла. А мыло очистила. Я честно говорю, если бы я не обратился к Богу, если бы Он меня не нашел, если бы мне однажды мой приятель знакомый не сказал бы мне о Боге, и таким образом я как бы услышал, он семя посеял и пришел там на одну из в городе евангелизаций, я бы не знаю, где я был. Я не был, знаете, каким-то таким гадом в этом мире, извините за выражение, да? Вот. Что просто таким, что ему просто не жить вообще, потому что он такой злой и вред и несчастье приносит людям. Вот. Но я понимаю, что тот образ жизни, который я вел, я бы просто мог уже не знаю, где быть. Вообще не быть, наверное. И когда мы смотрим на Давида, вот, что насколько он имел отношения с Богом, и насколько он через эти отношения с Богом видел сердце Бога, и вот эти вот отношения с Богом, я понимаю, он же был же человек, да? Он помнил завет сто процентов, но мы люди, мы можем черстветь, мы можем успокаиваться, мы можем остывать, правда? Мы можем прийти в состояние, как мы говорим, какой-то устроенности, сытости. Вот. У нас как бы все есть, все устроено, семья, служение, терапыры и так далее. Вот. И приходит какое-то равнодушие, и все остывание. И ты уже не холоден, не горяч, вот. Тем более не горяч. Приходит такая теплота, приходит вялость в служении, приходит небрежность в служении, да? Ну и так далее. То есть ты начинаешь за собой это замечать, и думаешь, ого-го. Вот. Поэтому Давид, он просто показывает нам, что он не забыл об этом. Когда мы имеем отношение с Богом, когда вот у нас есть такой на Украине Сергей Шедловский, да? В христианских кругах, который, ну вот, там где, допустим, как бы он попадает на мессианские ретриты в Киеве, или еще где-то там, в Бердичеве он у нас был, там мы семинары проводим по созерцанию отношений с Богом. У нас в общине несколько уже было у нас этапов, такие выездные тренинги от всего команды. Вот. И у нас там его учения есть, мы тоже их там применяем, где у нас есть отношения с Богом. Вот. То, конечно, такой, как, ну, Сергей, тоже для нас в это время это, ну, такой человек, который, может быть, хорошим таким, знаете, в хорошем смысле возбудителем, но и другие божьи люди-помазанники, на которых мы можем смотреть, и, как мы говорили на предыдущем уроке, подражать не только тем, которые здесь, но подражать и многим людям, которые сегодня действительно служат, которые жертвуют, которые отдают себя Богу, подражать им вере, вхождении перед Богом, посвящении и так далее. Поэтому, когда мы можем иметь взаимоотношения с Богом, то, конечно же, мы ставим просто врагу, дьяволу, мы просто ставим вот эти все преграды, какие-то перепонки, чтобы мы остывали, чтобы мы черствели, чтобы мы угошались. Потому что, когда мы будем иметь отношения с Богом, отношения с Богом навсегда будут поворачивать на сострадание к людям. Отношения с Богом навсегда будут поворачивать на нужды людей. Правда? Ишуа, когда он восходил на гору, все шли по домам, все шли отдыхать или еще куда-то. Очень часто мы в Евангелиях видим, что он шел на гору помолиться. Он приходил помолиться, побыть с Богом. Он приходил к себе домой. Это был его на самом деле, его дом. Все шли по домам, по своим, а у него был свой дом на горе. Он имел отношения с Богом. Это был его дом, где он общался с Богом. Но он же там не оставался. Правда? Помните, как те трое учеников. Давайте поставим. Нам будет весело и хорошо. Нет, 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 нет. То есть, когда мы имеем отношения с Богом, Божье сердце, оно нас направляет к нуждам людей. Божье сердце, оно отношения с Богом, потому что Он желает, чтобы все люди покаялись. Его желание, чтобы все люди покаялись. Мы читали в начале про Ноя, что Бог вообще раскаялся, Бог сожалел, что сотворил человека. Представьте сердце человека. Человек так упал в беззаконие, так упал в грех, что человек вообще раскаялся. Представьте сердце Божье. Поэтому, когда мы имеем отношения с таким Богом, который очень сильно сострадает за свой народ, за творение Божье, когда мы так переживаем эти отношения с Богом, то, конечно же, когда мы спускаемся горы, когда мы идем снова в этот мир, и когда мы видим нуждающихся людей с протянутой рукой, с обреченными сердцами, с поломанными судьбами, с израненными душами, то, конечно же, перед нами возникает вопрос, перед нами поднимается ответственность, какая моя реакция на нужду этого человека, да? Как я реагирую? Как я могу помочь? Готов ли я помочь? Хочу ли я помочь? Есть ли во мне сострадание? Готов ли я поднять этого хромого еврея? И очень хорошее напоминание, которое мы видим в Писании. То есть Давид, он вспомнил, он сказал, написано Давиду, то есть он, в нем это было, он понимал, что есть какая-то часть, его времени, он должен воевать, он должен освободить Израиль от врагов, и, безусловно, есть еще какие-то другие семейные вопросы, которые ему нужно решать. То есть часть ответственности. Он говорит, есть ли еще кто-то, я бы оказал ему милость. Это учит нас, чтобы мы не забывали о милости Господней. Подытожим. Для нас, для каждого из нас, я милости Господней к тем людям, которые нуждаются в нашей помощи. Правда? А на самом деле, ребята, у нас у каждого из нас есть что дать им. Правда? У нас у каждого из нас есть чем поделиться. У каждого из нас. Вы пережили отношения с Богом, вы пережили Его любовь, и вы учитесь, и вы можете это использовать, и сейчас используете, и практикуете это, применяете. И вы знаете, я заметил, ну, то, как, допустим, у нас, ну, там, с кем я общался, с другими разными служителями в других местах. Очень часто, как правило, это бывает. Те проблемы, те нужды, которые, допустим, есть у меня, были раньше в прошлом, да? Вот, какие-то специфические в этом направлении, или там, в другом направлении, или там наркомания, или там блуд, или там сквернословие, или там какие-то, какая-то нечистота, или там порнография, или там, ну, все что угодно, да? Вот, если на каком-то этапе вот эти вот, твои проблемы, они были, и ты их проходил, этот процесс освобождения, ты от них избавился, то есть ты их переживал, то есть хорошо, когда Бог освобождает сразу, раз, и все, правда здорово, но бывает, что не так, да? Бывает, что нужен какой-то процесс в некоторых вещах, вот этого исцеления, освобождения, вот, Бог нас испытывает, так же может. Поэтому мы увидели, что если мы проходим какие-то вот эти вот этапы нашего исцеления, освобождения, Бог очень часто посылает нам таких же людей с такими же нужными и проблемами, и тогда мы знаем, как этим людям послужить из-за того, что мы прошли это. Вы понимаете? И ты понимаешь, так это же Божье бремя, и бремя Господа, оно не тяжело, и ноша его не тяжело, бремя его легко, оно радостное, служить Богу, это радостно, правда? Вот, служить Богу просто радостно, потому что, безусловно, как мы говорим, есть разные трудные ситуации, вот, но, в целом, то есть ты понимаешь, какому ты Богу служишь, Он тебе дает силы, и очень часто Он посылает тебе людей, Он может других людей посылать, чтобы ты учился, как бы другая сторона, правда? Сто процентов. Но Он часто может посылать таких людей, и вот, когда мы говорим нашим служителям, вот, там вот, допустим, вот пастырь там, скажите, пожалуйста, вот как послужить вот человеку, вот этой сестре, вот в этой проблеме? А я так смотрю, что это похожая ситуация, которая была в ее жизни, а тебе она ничего, ничего не напоминает, там, из ее прошлого? Начинаем разбирать, это со служителем говорю, да, напоминает, это, оказывается, было у меня так, а ты помнишь, как ты из него выходил? Она начинает вспоминать, да, а ты помнишь, как ты поступал? Да, а ты помнишь, какие у тебя были условия? Помню, а ты помнишь, от чего тебе нужно было отказаться? Конечно, понимаете, то есть, когда начинает она шевелиться, вот, и, ну, в этом направлении мыслить, все, то ты вспоминаешь, как ты проходил этот этап, ты вспоминаешь, как ты от этого освободился, что ты предпринимал, то есть, ты практически это пережил, да, ты практически это прошел, ты прошел через это, вот, и теперь ты это можешь применить, ты делишься с тем пережитым, где Бог тебя вывел, освободил, поднял, и направил дальше, поэтому, когда Бог нам посылает таких людей, мы можем уповать на милость Господню, которая была оказана к нам, и эту же милость Господню применять к людям, и Бог будет поднимать, Бог будет использовать нас, да, Бог будет использовать нас, Он хочет нас использовать, Он хочет нас поднимать, чтобы мы, как Его ученики, исполняли, и исполняли. Хорошо, хорошо, значит, мы прочитали, да, третий стих, что есть такой, и, 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 мы с вами прочитаем, прочитаем дальше, и, четвертый стих, и сказал ему царь, где он, и сказал сего царю, вот он в доме Махира, сына Амьелова, Владиваре, и послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амьелова, из Ладивара, и пришел Мимфифосфей, сын Иоаннафана, мы видим имя сына Иоаннафана, Мимфифосфей, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился, и сказал Давид, Мимфифосфей, и сказал тот, вот раб твой, и сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость, ради отца твоего, Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом, и поклонился Мимфифосфей, и сказал, что такое раб твой, что ты призрел на такого мертвого пса, как я. Так мы с вами видим очень интересную картину, вот, Давид увидел, что в доме Саула нашли, да, Сиву, Шеву, ему была оказана милость, и Давид имеет какое-то чувствование, что есть еще кто-то, и он спрашивает, может быть, еще кто-то есть, и находят, и говорят, есть еще кто-то, и кто такой Мимфифосфей? Это был сын Иоаннафана, он был хром на обе ноги, он был инвалидом, в предыдущих главах вы можете об этом прочитать, он в детстве упал, то есть на самом деле это был очень несчастный человек, представьте, то есть судя из того, что мы прочитали немножко о нем, в каких он условиях жил, и как он себя вообще называет мертвым псом, да, то есть вообще в еврейском понимании, когда говорится о мертвом псе, это значит, ну, отбросы, то есть отбросы к обществу, то есть ты, то есть он так себя называет, и представьте, в каком он жил отвержений, в каком он жил одиночестве, он говорит, ну, как я могу быть в твоем доме, как я могу с тобой кушать, то есть человек настолько уже был потерян для всех, но он не был потерян для Бога, и он не был потерян для Давида, да, и меня эта история, она так, по-серьезному побуждает больше смотреть в Божье сердце и понимать Божье сердце, вот, потому что нет безнадежных ситуаций, нет безнадежных людей, бывают, конечно, исключения, когда люди просто не хотят, и по каким-то причинам они не могут сделать окончательный выбор и пойти за Богом, чтобы действительно быть спасенным человеком и служить ему, то есть есть такая часть, но мы строим свои отношения так и свое служение так, что мы стараемся бороться за каждую душу, это вот у нас, вы знаете, у нас есть служение наркоманам, ребятам, которые были в этой наркотической зависимости, алкогольной зависимости, у нас два мужских репцентра, недавно вот открылся второй мужской репцентр, и сейчас мы хотим открывать женский репцентр, и вообще, если так проследить, то как бы служение в реабилитации, оно имеет такой очень интересный подтекст, как служение сострадания и милосердия, если я вам расскажу, как у нас началось служение реабилитации, то конечно, то есть, если нету служения реабилитации, сострадания и милосердия, вот к людям, то это то же самое, то, что в нашем еврейском служении, если у нас не будет этого Божьего сострадания, как Ишуа сказал, погибающим овцам дома Израиля, если у нас не будет сострадания еврейского народа, понимания, общезначимости этого народа, его избранничества, и то, что Бог собирается сделать последний народ, последнее время через этот народ, для всего человечества, для всех народов, перед его приходом, и возвращение его, Мессии, то, конечно же, поэтому, у нас, как начиналось служение реабилитации, мы просто ходили по улицам, вот, и начали замещать, ну, началось это все с моей жены Фаины, еще с одной сестры, и они один раз прошли по улицам, ну, как бы, для нас это не было вообще, ну, непонятным, незнакомым, то есть мы слышали слово наркоман, или наркомания, наркотики, но, поскольку, она сейчас 9 лет, она служение реабилитации, чуть больше 4 лет, вот, где-то 5 лет было наше общение, как бы, были наши какие-то внутренние процессы, внутренние переходы, мы были заняты служением, и так далее, вот, и моя жена с этой сестрой, она проходила как-то по улице один раз, второй раз, она видела людей с каким-то странным поведением, вот, потом они видели, там, этого же парня, который вообще, ну, вот, лежал под бровкой, то есть он не был пьяный, вот, как бы, не было от него там запаха алкоголя, но, его поведение, конечно, было непонятно, и вот, как бы, один раз, второй, третий раз, и потом, начали, как бы, узнавать, ну, исследовать это, что, оказывается, это наркоманы, ага, наркоманы, что же с ними делать, мы начали узнавать, где же их родители, где же их друзья, где же их родственники, родители их знать не хотят, вот, родственники тоже отказались, там, жена его видеть не хочет, ну, и так далее, то есть, ну, плюс, что он там, такое творит, и все из квартиры выносит, вы знаете, и как вдруг что-то, ну, мне жена рассказывала, что вдруг что-то начало в сердцах происходить, какое-то, как такое, божье, такое проведение пришло в сердца, послушайте, а что же с этим человеком делать, вот, если его так оставить, он же погиб, ну, ну, что он, там, отпетый грешник, там, болван-дурак, глупый-немудрый, там, понятно, там, может, родители виноваты, еще кто-то, недовоспитали, недоглядели, вот, но вообще, что с ним делать, вот, и для нас было очень таким толчком, через очень маленькое время, через очень маленькое время, мы выходили со служения, у нас в городском доме культуре служения проходят, и мы, это было зимой, и мы выходили со служения, было так достаточно прохладно, сыро, и когда заходить в холл, там, ну, бетонное покрытие, пол такой, и когда мы выходили со служения, там один парень, Он просто лежал, ну такой полураздетый. И он знал о нас, о нашей общине. Вот, и там рядышком с ним стояли же молодой парень. И его ребята, и девушки там, и курили, и разговаривали. Вот, и он просто лежит, ну, очень отчаянный. И когда он нас увидел, вот просто, вот знаете, он как лежал, лежал и протягивал к нам руки и говорит, Вадим, Фаин, я вас очень прошу, помогите мне. Потому что если вы мне сейчас не поможете, я не знаю, к кому обращаться. Но я слышал, что вы верующие, помогите мне. Потому что я просто покончу с собой. Я уже пробовал, но если вот вы меня оставите, ну, я просто, я с собой что-то сделаю. То есть было понятно, что это действительно, действительно так. Вот, и знаете, наша реакция была, конечно, мгновенная. Вот, мы его сразу взяли к себе. Вот, тогда у нас не было служения, еще и реабилитация. Мы его отправили в Евпаторию, на реабилитационный центр. Вот, и потом у нас началось уже служение таким вот ребятам. Когда мы сказали об этом в общине, что, ну, как бы, мы увидели вот это вот свидетельство, вот это вот переживание, и люди начали как-то об этом молиться. Другой взгляд пришел вообще на людей, на нужды людей, и особенно на эту категорию людей. Вот, то один брат, он, ну, сказал, что у меня вообще есть дом, вот, и я могу этот дом благословить по служению реабилитации на окраине нашего города. То есть, для нас это было подтверждение. Ну, как бы, дом есть, а где же взять служителей? Кто же, кто же будет служить этим людям? Им же, ну, мы же понимаем, что это очень серьезно, это нужно посвященные люди. Во-первых, нужно любить этих людей. Они же приходят, извините, грязные, вонючие, ну, там, с багажом этих всей брехни, этих всех. Ну, вы понимаете, да? Вот. И вы знаете, наши сестры, наши сестры впереди. Слава Богу за наших сестер, наших жен. Братья тоже, конечно. Вот. Ну, вот. Мы подобрались с улицы первого парня. Вот. Ну, там, он пришел к нам в состоянии, у него весь пах, ну, был уже в таких язвах, и все ноги, ну, абсцессы там, ну, просто все. В общем, врачи уже его не брали. Мы его просто принесли на так называемый репцентр, который еще не начал действовать. Ну, вот. И что мы начали делать? Вот человек умирает, вот реально умирает. Вот у него все начало гноиться. Мы пришли с сестры, там еще один брат, и просто начали молиться. Молится час-два-три. Вот. В это время он делает молитву, совершает молитву покаяния. Вот. Начинаем петь негуны, начинаем прославлять Бога как можем, чтобы этот просто дом наполнялся Божьим присутствием. Начинаем возлагать на него руки. И вы знаете, по Божьей милости он выжил. Он начал восстанавливаться. Вот. И таким образом у нас родилось это служение реабилитации. Вот. И это не значит, что это служение, оно может быть в каждой общине или в каждой церкви. Не обязательно. Бог это нам так открыл. Я просто как бы беру этот пример. Вот. Через пример Мимфифосфея. Вот. Что. Кем он просто вот был. И вообще в каком он находился состоянии и положении. Что он вообще боялся людей. То есть он вообще не хотел никого не видеть. Он кушать. Кушал один. И так далее. И Давид ему говорит, просто давай приходи ко мне. Садись за царский дом. Мой царский дом. За царский стол. Будешь с нами. Он говорит, как я. Вообще вы понимаете. То есть. Когда люди в таком состоянии к нам приходят. Вот это вот отвержение, конечно. То нам ой-ой-ой сколько нужно трудиться. Но опять же повторюсь. Мы не верим в безнадежность. Мы верим в надежду Божью. В Божье исцеление. Вот. Поэтому. Поэтому вы знаете, что. Когда мы говорим о отношениях в общине. В отношениях. У нас. Это не просто у нас. Экклесия. Это не просто кигила. Это не просто церковь. Да. Это экклесия. Да. Это кигила. Да. Это церковь. Да. Это община. Но очень часто. Мы говорим, что у нас семья. Когда мы говорим, что у нас семья. Да. Вот. Я слышал. Когда с вами надо. Не шпаха. Вы семья. Мне так сразу. Класс. Сто процентов. Такие отношения с семьей. То есть, когда мы говорим семья. И не просто говорим как бы искусственно, чтобы она прозвучала. И заявить кому-то или себе, что вот у нас семья. Мы от кого-то отличаемся. Ни в коем случае. Но когда мы говорим семья. То есть, это подразумевает намного глубже какие-то другие, более тесные взаимоотношения. То есть, отношения с нами. И вот если вы были внимательны, мы с вами специально прочитали, ну, казалось бы, несколько таких мест из Писания. Их можно было бы пропустить, но мы их не пропустили. Вот. Казалось бы, они имеют какую-то часть к завету или к церемонии завета. Вот. Ну, может быть, не совсем явно. Но мы видели, после каждого жертвоприношения, они ели и пили. Да? Они кушали. Давид говорит Мимфифосфею, приходи садись за мой царский стол. Вы знаете, я был в Таллине в прошлом году. И там с нами был Александр Ройтман такой из Израиля. Мессианский такой певец. Певец, понял? Да, да, я же заканчиваю. Я же слежу, я же стараюсь быть послушан. И слышали такого певца? Слышали, да? И я так с ним, как бы, я его раньше знал, но этот раз мы вместе жили и так поближе с ним познакомился. Ну, было интересно вообще, когда знакомимся с новым человеком. Вообще интересно его узнавать, его мир, его, как бы, чем он мыслит. Вот. И там был такой момент, где, как бы, нужно было быстро кому-то там как-то кушать, пообедать. И ему нужно было, в смысле, потому что нужно было там нам служить, ему петь и так далее. Вот. И ему кто-то сказал, Саша, иди, пожалуйста, там покушай. Вот в кафе, вот там покушай. И он говорит, а я один не кушаю. Слушайте, когда он это сказал, вы понимаете? Я один не кушаю. И это он не просто сказал. То есть, когда мы кушаем, да, это есть что-то, что-то в нашей крови, это есть что-то вообще у Бога, это что-то есть в семье, это что-то есть, то, что мы видим в Писании. То есть, когда мы кушаем, это мы не просто кушаем, мы общаемся. Понимаете? Когда мы кушаем, мы общаемся, то есть мы узнаем друг друга, в общении мы друг друга узнаем, в общении мы друг с другом делимся, то есть и Давид таким образом показывал, что давай выходи из этого убежища, выходи из этого ладевар. Ладевар, это вообще переводится с еврейского ничего не значащий, на еврите, что значит нет, я был в этом небольшом городе в Израиле, возле Тель-Авива находится, действительно, вы знаете, одно из самых мрачных мест в Израиле, оно так и переводится. И вот там жил мифосфей, который закрылся в этой ничего не значащей своей пещере, он ему говорит, выходи оттуда, выходи, садись в царской колеснице, давай выходи оттуда, к нам в общение, в нашу семью. И дальше мы с вами считаем, что произошло, как его Бог благословил, да, и всю семью, и все, что там происходило, его сыновей и так далее. Поэтому, когда мы говорим о наших взаимоотношениях, нашей общине, в наших семьях, конечно же, важное, ну, это не то, что главное, но одна из важных в семейных отношениях, это покушать. Вот я вчера, у нас вчера было воскресенье, еще минутка и все, в воскресенье у нас проходит такой духовный совет, мы называем, для служителей вообще, не для старших служителей. И вы знаете, что моя жена, Фаина в этом, она меня, как я вам говорил, она меня подталкивает, напоминает, потому что я могу где-то это как бы подзабыть, я больше такой, может быть, как-то принципиальный в деле какого-то руководства служения, планирования. А она, вот когда мы собираемся или у нас дома, или еще у кого-то из служителей, у нас там шесть человек, пока мы не сядем покушать, пока мы не пообщаемся, пока мы, извините, душевно не оторвемся, не поржем с друг с другом или вообще с каких-то смешных историй в нашей общине, вот, мы не сядем что-то решать. Вы понимаете? И это настолько, ну, плюс, и это не просто, ну, мы кушаем ради ржачки, нет, то есть мы понимаем, у нас вообще девиз в общине, 1 Иоанна, 1 Иоанна. Вы понимаете? Когда мы имеем общение, мы же верующие, правда? Опять слово кровь, опять кровь, она омывает, то есть это как бы невидимые духовные вещи, но с другой стороны, для нас, они могут открываться очень конкретно, мы их можем подругать. То есть, когда мы общаемся, происходит наше исцеление, очищение происходит, вы понимаете? И друг друга мы обогащаем. Господь, благодарим Тебя за этот день, за радостный понедельник. Спасибо за милость Твою Господню. И мы просим Тебя, Боже, чтобы то, что Ты для нас приготовил сегодня днем и вечером, чтобы мы были чувствительны к Твоему Святому Духу, к Твоей любви, к Твоей милости, к Твоему обогащению, к тому, все, что Ты хочешь нам дать, Боже, и к нуждам других людей во имя Ишуа. Спасибо Тебе. Благослови, пожалуйста, всех-всех-всех нас. Аминь.